Приветствую гостей и подписчиков канала. Как никогда волнительно перед стартующим сегодня вторым этапом серии гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере. Я ощущаю это через ваши многочисленные комментарии. И разумеется это в большей степени касается женского фигурного катания, в котором претензии на золото Олимпиады в Пекине у России несомненно выше, чем в трех остальных видах. Назвать будущие соревнования женщин в одиночном катании на Олимпийских играх, выездным чемпионатом России, можно было бы только в одном случае, если бы там разрешили участвовать всем нашим семи звездочкам. Но большой спорт ставит жесткие рамки и преграды, не позволяющие, к сожалению, видеть полный триумф российского женского фигурного катания на главных играх четырехлетия. Нисколько не умаляя достоинств зарубежных одиночниц, признаемся наши фигуристки на голову выше остальных представительниц прекрасного пола. Сегодня серьезный экзамен у Алены Косторной, Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой. Сегодня многое будет понятно при прокате их коротких программ, в которую спортсменки заявили по одному трикселю. Еще один триксель в произвольной мы увидим от Алены Косторной и рассчитываем на его триумфальное возвращение, впрочем, как и огня, и задора в глазах фигуристки. К двум заявленным тройным акселям Елизаветы в произвольной программе мы уже привыкли, эта неизбежность проистекает в ее отчаянной борьбе за место в тройке со своими более молодыми соотечественницами, которые в отличие от Лизы владеют квадами. И именно три таких четверных прыжка приготовила на десерт Камила Валиева в произвольной программе, подправив слегка соусом из тройного акселя. Ничего не буду говорить заранее, все и так понятно о наших чаяниях и надеждах на канадском льду. Хочется главное пожелать нашим фигуристкам трезвую голову и холодный расчет в борьбе с фигуристками из Канады, Японии и Соединенных Штатов Америки, которые тоже покажут и триксели и квады. В частности, четверной прыжок в произвольную программу заявила американка Алиса Лью. Ну а вот под какими номерами выйдут завтра на лед спортсменки. Напомню, соревнования у женщин в короткой программе начнутся 30 октября в 04.45 по Москве. А вот произвольная программа начнется в 05.30 по Москве 31 октября. Не пропустите. Все наши три фигуристки выйдут на лед во второй разминке. В 05.44 по Москве смотрите выступление Камилы Валиевой. В 05.57 по Москве на лед выйдет Алена Косторная. Завершать соревнования в короткой программе у женщин будет Елизавета Туктамышева. Время ее выхода на лед 06.09 по Москве. Всего мы увидим выступление 12 спортсменок. Майя Михара из Японии откроет короткую программу. Эллисон Шумахер из Канады выступит второй. Третий номер у японки Маны Кавабе. Четвертый и пятый номера у двух канадских фигуристок. Это Эмили Баузбек и Мадлен Скиза. Завершать первую разминку будет японка Вакабо Хигучи. Вторую разминку откроет Хейн Ли из Южной Кореи. После Камилы Валиевой на льду появится Алиса Лью из Соединенных Штатов Америки. Предпоследний на лед выйдет еще одна американка Карин Чен. Вот такой порядок у нас на завтра. Надеемся получить ответы на многие вопросы, особенно в отношении Алены Косторной. Многие из вас желают ей возврата к былой форме, надеемся спортсменка не подкачает и услышит ваши многочисленные пожелания. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат.